Можно я тоже поснимаю на свой? Я не слышу еще, ты иди туда Поснимать можно? Поснимать на свой можно? Нет, не надо сейчас, не надо, все с Богом У меня одного достаточно Садитесь сюда, чтобы я вас всех видела Сюда Листочек взяла? Вот эти же можно, листочки же? Берите ваши А, это не листочки Давайте я вам принесу листочки А дома перепишите Давайте сейчас не будем, можете свернуть Можете пополам, наверное, порвать Молимся Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Благослови наше занятие Так Раз, стойте, Стефан Стефан же, правильно, да? Да Правильно В гостях Ты смотрел концерт наш рождественский, нет? Нет Хороший концерт, ребятки молодцы Тебе понравился концерт, лисей? Здравствуйте, лисей у нас уже выступил Все Подарки получили Понравились подарки? Понравились Молодцы Подготовились Аня у нас была снежинкой Ну, все поучаствовали, да? Вот Сегодня Вот здесь какие-то билеты Материалы на столе Куда их убрали На время трактной Что-то там включено А, вот, нашла Смотрите Здесь стоит такая Называется Семь таинств Православной церкви Установлено Божественное Установление Божественное Ну и далее По чьей редакции У вас опять Эта лампочка горит Вы ее выключите Она прям Я не вижу Хорошо Благодарю Вот Не знаю, что это Это не наше Вот, смотрите Здесь есть картинки От таинства Давайте я вас прошу Сначала Кто знает Что такое таинства И Какие бывают таинства Ну, я вот уже вам подсказала Стефан Какие таинства у нас в церкви Вот мы православные христиане У нас в церкви есть таинства Какие ты знаешь? Исповедь, причащение Так Правильно Исповедь или покаяние Причастие Так И крещение Крещение Три Так Кто еще какие может добавить? Венчание Венчание Четыре Ну, дальше сложнее Но это самый популярный Который мы часто знаем Видим Крещение Крещение сказали Четыре И семь Еще три Но там они более сложные У нас они не проводятся Поэтому вы про них и не знаете Вот Давайте разберем Что такое таинство Таинство Ну, свои листы Тайна Что-то От слова тайна Да, скрыто Я знаю Это скрытное Что-то скрытное Что-то скрытное Да Это такие священно действия Опять же А что такое священно? Что значит слово священно? Вот, например, говорят Священный сосуд Священный Священник Да, даже Священник Священно, Ливия Подумай Священная вода Ну, это не священная Она освященная Она освященная Священник ее освятил А что такое священная? Священная вода Это Не вода Ой, это не вода Не глушь Что-то святое Да, похоже так Ну, Ливия, не хочешь Слать, ты нас убьешь? Лера Леонид Ну, своими словами Давайте предложим Вот говорят Священный сосуд Священные предметы Говорят, не трогай Это священное Что-то такое ценное Что-то такое вот Это Ну, как синоним можно сказать Что-то посвященное Богу Да Это посвящено Богу Это Божье Не трогай Это Божье Это священное Не трогайте Это вот Для священника Священник Он тоже как бы посвящен Богу Да, человек Который Необычный человек Он Богу посвящен Служить Господу То есть это что-то божественное Да Ну, так не с натяжкой Но как синоним Священное То есть божественное То есть какие-то божественные действия Таинцем мы разбираем Это священное действие во время которых происходит что-то, вот это священное, божественное, вот эта передача Духа Святого от чего-то к чему-то, и это происходит всё тайно, то есть это нам не видно глазами. Священник туда пошёл, сюда, прочитал, что-то кадилом махнул, что-то сделал, но невидимо происходит само таинство. Или это таинство Евхаристии, сейчас мы будем разбирать, или это произошло таинство венчания или рукоположения, это невидимо. И простой человек, если те же самые движения, те же самые слова скажет, таинство не произойдёт, их совершает священник, посвящённый Богу. Елисейка, ты хотела сказать что-то? Я хотела сказать, что я смотрела передачу по Иисусу, как его распяли. Как его распяли, так. Теперь, молодец, возвращаемся к таинствам. Мы православные должны хотя бы одно занятие этому посвятить, чтобы знать, какие у нас в православной церкви происходят таинства, и какие места Писания относятся к этому таинству, потому что все таинства были... Ну, источник этих таинств, так сказать, первый источник, это был Христос, апостолы, и взято это из священного Писания. Например, таинство, сказали уже, крещение. Таинство крещения. Вот здесь такая картинка подобрана. Крестился сам Христос, и крестят детей в православной церкви. Видите, неправильно крестят, только мочат. Мочение. Крещение по-английски, как говорят, баптисту. Баптисты, это как переводится, если бы по-русски было бы сказать, это импортное такое слово, погружение. То есть баптист это погружение. У нас в общине есть баптист. Знаете, кто у нас в общине баптист? Самый главный баптист общины. Батюшка, правильно, потому что он у нас погружает. То есть от слова баптист это... А Иоанн Креститель, знаете, как по-английски? Джон Баптист. Джон Баптист. Иоанн Креститель. То есть тот, кто крестит, тот, кто погружает, это слово баптист. И баптисты почему себя так называют? Потому что когда они крестят, в отличие от других, они не мочат. Они на озеро идут летом. У них летом на озере происходит полным погружением крещения. Там, конечно, и не так, как православные все это происходят. Но они правильно делают то, что они погружают полностью. Понятно? Полностью происходит погружение. И откуда это сделать? Сам Христос крестился. Иоанн Креститель крестил на Иордане. Вот сейчас будет праздник крещения скоро, да? Или богоявления. Это летом произойдет? Нет. Сейчас. И все полезут в прорубь на крещение. Все полезут в прорубь. Потому что тоже, ну, как подражание тому празднику. И говорить. Вот сейчас мы омоем грехи неправильно. Священник даже по телевизору выступал неправильно. Крещение. Только в крещении грехи омываются. И потом в танце исповеди покаяния. А залезть в ледяную воду грехи не омываются. Как праздник спраздновать. Как для здоровья. Закаливание. Это очень хорошо. Но думать, что вот люди, все, кто погрузились, там грехи не, если бы они исповедались перед этим, тогда бы грехи были у них прощались. А так, это, ну, закаливание, традиция такая. Считают, что такая благочестивая традиция. И вот сейчас крестят. Показано, что вот ребеночка. Ну, предположим, что его вот в этой вот специальной купели. Это купель такая для детей. Ребенка должны погружать. У нас какая купель? У нас есть специально отведенная ванна. Батюшка набирает, греет теплую воду, приносит младенца. И полным треекратным погружением священник крестит. То есть погружает. И в это время он говорит, крещается раб Божий во имя Отца. Аминь. Один раз погружает во имя Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь. Можете записать себе тема Таинства Церкви. Первое. Крещение. Как это писать? Ты писать умеешь? Ты в школе еще не учишься? Нет. Ну, тогда не пиши, слушай, запоминай. Когда будешь уже писать хорошо и быстро, ты будешь это... Так, сидим ровно, спинки ровно, на стол не ложимся, не склоняемся. Вот, Таинство Крещения. Первое Таинство Крещения. Картинки. Видите, какие хорошие? Я вот случайно здесь вот увидела на столе, думаю, надо... А почему Крещение можно на камеру снимать? А почему нельзя? Ну... Это же Таинство. Вот так и найти. Ну что, раньше камеры не было, вопроса такого не было. Можно, не можно. Крещение происходит на озере, его и снимают, и фотографируют, и все, кто хочет, присутствуют. Когда вот, допустим, те же баптисты крестинят, это большой праздник, там приезжают там отовсюду, и люди, которые, ну, еще неверующих приглашают посмотреть, они там, я видела фотографии, где-то ВКонтакте один раз увидела, они там такую арку из цветов делают, там как вот свадебные, знаете, такие арки, вот все цветами украшены. Они идут, одевают все белые одежды, это такое торжественное мероприятие. Потом там их, ну, как он, пастор или как-то говорит слово, очень все красиво. А у нас по тряпке видели, как все? Пирс, палатки для переодевания, пирс в том году новый построили. Тоже все в белых одеждах стоят, опускаются, все чинно, так красиво, торжественно. А на лодке плавает фотограф. Вот когда я крестилась, тогда, по-моему, кто фотографирует, то ли свои, то ли вот этот фотограф приезжал. И всегда фотографируют это как память. Ну, в этом секрета никакого нет, это в открытую делается. Вот, это же не тайна. Кто-то там, мусульманин решил принять, да, крещение, где-то тайного священника пошел, крестился, и чтобы никто не видел, потому что если, ну, свои узнают, что он в другую веру перешел, то ему могут быть какие-то такие сложности, притеснения. Поэтому он, может быть, и тайно делает, и не хочет, чтобы в этот момент сфотографировали. Ну, а мы, православные, нам чего боятся? Вот, то есть крещение мы закончили. Крещение, для чего делается крещение? Еще такой момент. Чтобы и не опустить. Крещение это вот что? Для чего люди крестят, еще можно так сказать? Принять веру. Так. Чтобы войти в книгу жизни. Войти в книгу жизни. Смотрите, какие умные слова, молодец. То есть крещение это вход в церковь, чтобы стать крестьянином. И уже это для верующих, не для неверующих. Это человек уверовал в Бога и идет и крестится, осознанно желая быть членом этой церкви. Во время крещения, как в символе веры, помните, мы разбирали символ веры, что написано о крещении, кто помнит? Мы поем верую и там то-то-то-то-то и в самом конце. Воедино, Стефан, вспоминай. Воедино крещение, во оставление грехов. То есть крещение это оставление грехов. Все грехов, вот какие там вспомнили, не вспомнили, все грехи омываются в таинстве крещения. Это один раз такое может быть. И в том числе первородный грех, который идет от Адама. Все грехи омываются. Второй раз такого быть не может. Вот чем бы человек ни был грешен, все омоется. Все в крещении, человек очистится. Почему белая одежда? Это признак чистоты, непорочности и безгрешности. Ничего не переходит через таинство в крещении, когда человек осознанно пришел и крестился. Опять же, а как осознанно, если у нас крестятся младенцы? Баптистов младенцев не крестят. То есть каждый должен осознанно прийти к вере? Хочет он быть в этой церкви или нет? У нас крестят младенцев по вере родителей и восприемников. То есть кто у нас крестный, чтобы были верующие. Вот я недавно интервью слушала одного священника, он говорит, если я вижу совершенно неверующие родители приходят или люди с улицы, я ребенка у них крестить не буду. Может быть другой священник согласится, он говорит, а я нет. Я скажу, пусть ребенок подрастет и сам выберет, придет ко мне, чтобы он уже говорить умел, понимал, читать умел. И он скажет, я хочу принять крещение, хочу быть в церковь православная. Он тогда говорит, я его тогда крещу. А наши дети, вот вы практически все здесь, были крещены младенцами неосознанно по вере родителей. Понятно? Вот. Что еще? И крещение это не значит, некоторые говорят, я же крещеный, потом живет, церковь не ходит, ничего не соблюдает, а потом заболел, например, или умер, если такое случается, уже там в возрасте старенький заболел, говорят, ну да, он был крещеный, значит, что можно отпевать, молиться, все, он христианин. Скажите, он христианин, он верующий, если вот он только когда-то крестился, ну в детстве или в юности пошел, непонятно, чтобы не болеть, или как все, да. Это, знаете, можно сравнить с экзаменом. Человек сдает экзамены, к ЕГЭ готовится, чтобы поступить в ВУЗ, там престижный, в МГУ, там поступить, сдает, готовится, все. И вот он, ему приходит приказ о зачислении, все, ты зачислен в этот университет. А через 5 лет, когда нужно диплом сдавать и выдача, уже все, сертификаты, аккредитации и диплом выпускника, специалиста, ему дадут диплом, если он ни разу не пришел в университет, не выполнил ни одного задания, не сделал ничего, дадут ему диплом. Вот он поступил и не пошел, у нас такая была Лена, помню, я даже фамилию не запомнила. Мы ее видели на первом занятии, и все, потом она пропала, пропала. Первая же сессия, пришел приказ об отчислении. Куда пропала, уехала, она из другого региона была. Не появлялось ничего, все, ее отчислили уже. Так вот, как бы, вот это вот поступление, вот эти игры, это как крещение. Крещение это всего лишь вход, не значит, что крестится, все, я теперь все уже дальше, все. И дальше ничего не надо. Это начало, это первая ступенечка. А потом, если в институт поступил, грызи гранит науки. Изо всех сил старайся, чтобы не отчислили, чтобы до диплома дойти. А диплом, это как бы уже страшный суд, да, все. Финал жизни, пришел на суд, а ничего не было, кроме того, что крестился когда-то. Ничего. Заповеди Божьи не соблюдал, в храм не ходил, посты не соблюдал, дела добрые не делал, не молился, ничего. То есть, диплом такому специалисту ни один университет не даст, кто не ходил и не посещал, да? Ни один. Вот это можно сравнить, что такое таинство крещения. И к нему еще, к таинству крещения, таинство миропомазания. Во время него происходит таинство миропомазания. Видели, как батюшка, когда младенца крестит, он достает такую коробочку. Номер два, миропомазания. И мажет и говорит, печать дара Духа Святого, печать дара Духа Святого. Много-много раз повторяет батюшка, помните? Таким специальным. Это мира. И он, ну такая маленькая палочка, и он так вот на лоб, на ручки, на ножки. То есть на все члены тела наносит мир. Это специально, это не просто маслом, которым вот нам смажут каждую субботу. Это таинство. Мира специально изготавливается во время Великого Поста. Несколько дней варится специальная вот эта мира. Молитва, читается Евангелие, участвует в этом священнике, делается это, как правило, в монастыре, то есть где-то в таком намоленном месте. Раз в год делается на весь приход, на всю епархию, как правило. Вот у нас в Москве это варят, в каком-то там специальном монастыре. И этим, только этим священник помазывает. Раньше миропомазания делал епископ. Но не везде есть епископ. Не везде он присутствует. Тогда вот придумали, что там закладывается в это миро вот это как бы епископское благословение, а потом уже обычный священник его и произносит, и наносит. Как бы вот человек крестился, вошел в церковь, а теперь вот миро это как дух святой. Сейчас найду это где-то. Вот миропомазания. Крещение получает дары Святого Духа. Если раньше священник руки возлагал на нового крещаемого на человека, то сейчас вот этим миром это специальное благовонное вещество. То есть крещение это очищение от грехов, да? Воедино крещение, вооставление грехов. А миропомазание это сошествие Духа Святого. Печать дара Духа Святого. Вот священник говорит. Вот что происходит. Это как бы два таинства в одном. Крещение и миропомазание одновременно происходят. Так, все, священник покрестил, человек вступил и стал членом церкви. Все, миропомазание. Вот так же младенец. Видите, он уже после погружения, он уже, его батюшка миропомазание. Третье. Таинство покаяния или таинство исповеди. Покаяние, как правило, называют то, что человек кается первый раз. Перед тем, как принять крещение, он кается во всех своих грехах. А исповедуется потом он еще каждый раз перед причастием. Вот исповедь. Всем понятно, да, что такое исповедь? Священник только свидетель. Стесняться исповеди нельзя, не надо. Стесняться, написано, нужно грешить, а не исповедь. И никак себя во время исповеди не оправдывать, не придумывать оправдание, что, ну я согрешил, ну потому что, и вот оправданием ни в коем случае нельзя. Согрешил и все. Не думайте, что вот там батюшка вас не так поймет или еще. Он свидетель лишь, вы каетесь пред Господом. И батюшка не имеет права разглашать тайны исповедей, все, что вы говорите. Поэтому думать, что он где-то это расскажет, нет. Например, стесняться нужно грешить, а не каяться. Каяться это, ну это очень такое хорошее качество человека, который кается в своих грехах. И каяться нужно искренне и до конца, что я покаялся, и тогда это покаяние принимается, когда ты с той мыслью, что ты так больше делать не будешь. Как некоторые неверующие говорят, о, хорошо, вы устроились, покаетесь, вышли, погрешили, знаете, сейчас погрешу, опять покаюсь. Значит, это было не покаяние, если человек с мыслью о том, что он еще опять будет этим грешить, потом опять покается и все. Тогда не происходит, это не истинное покаяние. Очищением от грехов. А откуда это пошло, что священник может такое на себя брать? Почему? Некоторые говорят, я покаялась перед Богом, я вот дома села, помолилась перед Богом, все, мне не нужно идти к священнику. А откуда мы знаем, что нужно? Сейчас покаяние найду. А потому что в Евангелии дважды есть в двух местах написано, что нужно, что священник связывает, связывает, то есть забирает, взял и как бы завязал эти грехи в узелок и собрал их, убрал от человека. Есть в Евангелии от Матфея 18.18, можете себе просто пометочку сделать. Матфея 18.18, истинно говорю вам, это Христос говорит апостолам, первым священникам, первым епископам, что свяжете на земле, то будет связано на небе. Эту власть священнослужителей получили от самого Христа связывать грехи на земле. И там дальше есть продолжение, а что не свяжете, то и будет не связано. То есть, понятно? Покаяться пред Господом, это очень важно, сразу, как только раскалились, как только согрешили, поняли, что согрешили пред Господом, исповедать, покаяться. Но когда дошли до исповеди, до священника, это тоже нужно обязательно сделать. Понятно? Потому что священник имеет эту власть, связать эти грехи на земле. Того и не будет на небе, того и не вспоминется, и того уже не будет произнесено на страшном суде, в обвинении вам. Этот грех связан, все, его нету. Вот. Грехи нужно, так, это я вам уже сказала. То есть, это таинство покаяния. Покаяния. У нас таинство покаяния, исповеди сопряжено с таинством причащения. Причастие. Вот такая картинка причащения. Откуда оно пошло? История, да, причащения. Вот, Тарас, что здесь происходит на картинке? Как можно сказать это двумя словами? Вот здесь. Ну, причащение, наверное, не знаю. Не, ну что здесь происходит? Ну, причащение здесь. А здесь что? Откуда пошло причастие-то? Вот это как называется? Тайная вечеря. Тайная вечеря. Вечеря. Вечеря? Вечеря. По-моему, на ел ударение. Ну, или вечеря, говорят. Тайная вечеря. Что там происходило? Христос, помните, да, это место? Собрался со своими учениками. Это уже было незадолго. Накануне, когда его потом арестуют и поведут на распятие, он собрался с учениками праздновать еврейскую Пасху. Они ее праздновали в честь исхода из Египта. Каждый год это был один из главных еврейских праздников. Они собирались и вспоминали, как они были освобождены от рабства египетского, как они сбежали оттуда с Моисеем. И этот праздник они отмечают каждый год по сей день. Песах, исход. И вот Христос их собрал, и тогда именно произошла первая празднования. Причастие он преломил хлеб и сказал, это тело мое и вино. И сейчас Причастие это хлеб и вино. Что он при этом сказал? Кто помнит? И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается. Они еще, может быть, не знали, что он-то будет распят, и телом своим будет страдать за вас, и своей кровью будет омывать ваши грехи. Он говорит, тело, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечера, говоря, сия чаша и есть новый завет в моей крови. То есть вино, это как моя кровь, которая за вас проливается. То есть первое Причастие было отдельно, хлеб и вино. У нас сейчас уже это все подается вместе. Причащались раньше Причастие хлеб, брали домой, в коробочках. Но так, чтобы не было потеряно, чтобы это не упало. Это святыня такая вот священная, священный предмет, можно сказать. И чтобы это не было, стали причащать именно в церкви, никуда не уносить, не раздавать, и объединили. Это все не сразу, не в первые годы становления христианства, но теперь уже это утвержденная традиция, что мы причащаемся сразу хлеб и вино. По-другому это называется Евхаристия. В переводе означает благодарение. То есть мы это творим, как Христос сказал, в мое воспоминание. Таинство Причащения напишите в скобках Евхаристия. Хорошо, не успели? Продолжим в следующий раз. Видите, мы стих сегодня не успели. Ну, запишите. Я в следующий раз буду спрашивать. Или запишите только название. Иоанна 3,5. Я в группе выставлю его, чтобы вы его к следующему занятию выучили. Давайте прочитаем. Поля, читай. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Иоанна 3,5. Евангелие от Иоанна 3,5. Это стих относится к какому таинству? К крещению. Правильно. То есть если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Но это не значит, что кто крестился, все он уже в Царствие Божие. Нет. Ну, если вот он прям в этот момент вышел из воды и тут же вот умер, ну, наверное, тогда он сразу в Царствие Божие попадет. А так человек дальше живет и должен еще потрудиться, чтобы в Царствие Божие попасть. Я пару слов сказать о том, что проходите здесь. Смотрят люди ни один, ни два тысячи за концерт. Особая благодарность. Потому что здесь у нас мало людей, а там смотрят. У нас один ролик перешел за посещаемость миллиона. Просмели? Нет, посмотрели, просмотров. А, просмели? Ну, о другом там, про деревню. Так что вы ведете, я снимаю, это многие люди с нами присутствуют. Все, ребятишки, пойдемте, я вот узнаю, что это. Так, тетрадочки мне давайте, я их занесу, положу на стол, вы их заберете потом. Так, Саньте, сейчас поблагодарите. Поберите сюда лицо. Господи, мы благодарим Тебя за это занятие, за то, что мы занимаемся. Помоги, Господи, вложи в детей мудрость запоминать и принимать то, что мы здесь проходим. И научи нас, Господи, так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. И болящую Алифтину исцели, возвигни ее от одра болезни. Помоги ей, Господи. Тебе за все славу, хвала, чести, поклонения. Отец и Дух Святой. Аминь. Пойдемте. Хорошо, креститесь, когда в храме стоите, чтобы рука доходила до левого плеча. Продолжение следует. Продолжение следует. Песня. 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 Внутренняя Моя, имя Святое Его, благословися Господи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Мои славы Сыну и Святому Духу, хвали, Душа моя Господа, Господи Господа в животе моем, ой, о Богу моему, да он ниже есть, ни надеетесь, а на князину, Сыны Человеческие, в нижении спасения, и изыне Дух Героя возвратится в землю свою, в той день погибнутся по мышлению Его, блаженный. И Мужи Бог, и Аркад Хабошник Его, глупого неба на Господа Бога своего, за тушим о небо и землю, молится я же в них, хранящего истину век, творящего судовидимым, найдящего меча алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит незверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, силы их да упринят, и пусть грешных погубит, воцарится Господь вовек, Бог, кто ждет у них роды род, и ныне и крестное во веки веков они. Дети народных средней слове Божьей бессмертенцы, и изволивая спасение нашего роди, воплотитесь от святые Богородицы и приснодевы Мари, непреложного человечевыся, расплывайся же в листе Божи, смертель и смертель поправы, единцы, святые Троицы, и расслабляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас, спаси нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь, в отцовстве Твое помяни нас, Господи, и да придешь и в отцовстве Твое блажене, нищие духу, яхватив нецарство небесное, блажене плачущих, яхватив утешатся, блажене кроцы, яхватив наследят землю, блажене отчущих, жаждущие правды, яхватив насытятся, блажене милости, яхватив помилований будут, блажене чистее сердце, яхватив Бога узрят, блажене миротворцы, яхватив сынами Божьи нарекутся, блажене изгнан неправды ради, яхватив и царство небесное, блажене из тих, да поносят вам, и жену ты реку сердцом благом нагружущим и не ради, радуйтесь и веселитесь, яхватив ваша много на небесе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, воскресенье, ты поющий тих, аллилуйя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Господи Иисусе, Сыне Божий, Господи, слава тебе! 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 Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже по времени, которые выбидал от волхвов. Тогда сбылось, реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз урами слышен, плача ряда, не в бопле и в бопле великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Во смерти же Ирода, си ангел Господень во сне является Иосиф в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее, вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел к пределы Галилейские. И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется вечерное через пророков, что он Назареем наречется. Слава тебе, Господи, слава тебе!